А был задан вопрос. Провокационный? Нет, простой вопрос. Будет ли Ходоренок? Ответ. Он здесь. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, что называется, час милитариста. И перед тем, как перейти, собственно, к оборонной промышленности, к тактике, к стратегии, к тому, что полковник генерального штаба Михаил Михайлович Ходоренок знает сильно лучше тех, кто это ему советует через электронную почту. Тут прям иногда настоящие клаузовицы сидят, ты чувствуешь, что они мыслят. Не очень понятно, правда, о чем. Голосование у нас идет по поводу сильно возбудивших, уж извините, пожалуйста, мою нервную систему вести о нашем футболе. Очередное гениальное достижение футболиста Кокорина, на сей раз в Москве, вызвало идею о том, что надо понять, что делать с нашим футболом. Идут варианты. Пять-пять-пять-три-три-вести. Один. Перестать им платить. Вот как при Льве-Яшине. Каждый раз сердце екать. Заработали. Получили. Базовая ставка. Ну, может, в районе там школьного учителя. Не заработали. Ну, иди ты, беги куда-нибудь, если бегать на поле не можешь. Второе. Вообще все деньги им отдать. Им просто не хватает. Потому что действительно несчастные люди. Ну, вот. Ну, не хватает людям. Майбах, Бентли, шампанское 10 тысяч, бутылка за вечер на шампусике. Четверть миллиона евро. Действительно. Какой Абрамович? Какой Березовский? Какие олигархи? Вот они кто, олигархи-то настоящие. Ну, дайте людям. Они масштабные. Это прям наша элита. Это видно по тому, сколько они тратят. Сколько они зарабатывают. На самом деле, это отдельная тема. Они бы с голоду сдохли. Так, давайте их все накормим. Всей страной скинемся. И вариант три. Ноживодерню. Потому как не в коней корм. Вообще не в коней. Неважно из каких клубов. Не обязательно из зенита. Вообще всех. А теперь, Михаил Михайлович Ходоренов. Час милитариста. Вам слово. Мы иногда занимаемся прогнозами развития военно-политической ситуации в мире. И, в общем-то, не так давно на одной из наших передач мы высказывали предположение, что санкции, санкции это надолго. И говорили даже так, что, во всяком случае, это при жизни этого поколения, а то вполне возможно, что и последующих двух-трех даже. Ну, собственно говоря, значит, наш прогноз оказался верным, поскольку с нами уже соглашаются первые лица государства, которые сказали, что санкции это неопределенно долго. Это один момент. А то и непонятно было. Да. Ну, не всем иногда понятно. Не всем. Или вот мы начнем с некоторой публицистической части нашей сейчас милитариста. Или с избранием президента Дональда Трампа тоже было связано, ну, прямо скажем, ну, буря восторгов. Буря восторгов. Есть сведения, что в некоторых управленческих структурах, говорят, даже открывали шампанское. Да что, Жириновский пил. Да. Всю дому споил. Что по этому поводу хотелось бы сказать, значит. Опять-таки, это будет прогноз. Это будет прогноз. И я, наверное, произнесу вот такое предложение. Что пройдет совсем немного времени. И на фоне деяний Дональда Трампа, Барак Обама будет смотреться, как большой и искренний друг Российской Федерации. Ой, не дай бог. Вот чего-то мне кажется, что события будут развиваться именно по этому варианту. Это не означает, что мы тут резко записались в пессимисты. Просто надо всегда держаться простых и ясных мыслей. И пока все, что он делает, пока все вот и складывается впечатление, что именно так и будет. Ну, на этом, собственно говоря, публицистическую часть отчасти заканчиваем. И, ну, наверное, все-таки надо сказать несколько слов по поводу прошедшего праздника 23 февраля. Тем более, мы... Кстати, Михаил Михайлович, поздравляю вас с ним. Мы же после него-то не встречались. Да. Только до. И вам. Самое искреннее пожелание. Как вам, так и всем нашим слушателям. Хотя, вроде бы, и прошло уже немало времени. Но, тем не менее, вот в радиотехнике есть такое понятие. Там, после свечения. То есть, ты выключил, например, аппаратуру зенитно-ракетного комплекса. Там, погасил свет в кабине. А экраны все-таки еще немножко светятся. Это называется после свечения. Да. Вышел на улицу, а ты еще немножко светишься. И поэтому, вроде бы, праздник прошел, а волны продолжают все идти. Вот, в частности, мы же обсуждали вопрос о том, что, ну, нет никаких оснований. Во всяком случае, общественного запроса нет для переноса, скажем, этого праздника. И вообще, подобного рода изысканий. Не успели мы это проговорить, как возбудились депутаты в Государственной Думе. И опять предложили вернуться к этому вопросу. «Товарищи, ну, нет запроса». Если, конечно, есть желание попасть там в новости, значит, чтобы себя где-то там процитировали с хорошей или плохой стороны, то с этой точки зрения, конечно, поступок оправдан. Ну, а так-то, ну, 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 чего раскачивать? Ну, пока вот эта система, скажем так, государственных, народных там праздников, выходных дней, ну, на данном этапе устоялась, и не надо ее, наверное, вот именно на данном этапе шевелить. В смысле, желание получить пиар – это страшно. Возвращаясь все-таки вот немножко к нашему депутатскому корпусу, ну, опять-таки, не к всему, не ко всему, а к отдельным его представителям. Ну, здесь нормальные люди. Мы как-то вот обсуждали правительственный час, на котором присутствовал министр обороны Сергей Кожугетович Шойгу, и вопросы выступлений депутатов. Министр, скажем прямо, смотрелся как государственный деятель со стратегическим мышлением. А депутаты? А вот депутаты как-то откровенно в этом плане не догоняли. По-разному, по-разному. Не догоняли. По большей части не догоняли. В каком плане? Ну, представьте себе ситуацию, скажем, за одним столом сидят и дружески беседуют. Ну, предположим, просто командующий армии и командир завода. Тяжело им будет понять друг друга, поскольку все-таки уровень мышления, уровень мышления, уровень подхода к решению тех или иных проблем, в общем-то, разный. В общем-то, разный. Теща, командующего армии, еще хуже. И командир взвода, ну, скажем так, будет откровенно не догонять по некоторым проблемам, потому что ему все-таки жить, учиться, развиваться, работать над собой и так далее. И, ну, есть разные уровни все-таки мышления. Или, как говорил один человек, которому сегодня день рождения, мышление. Но мы все-таки будем говорить мышление разным. Ну, например, скажем, тактический уровень. Иногда и говорят, так и не вышел за уровень командира роты. Скажем, оперативный уровень. Оперативно-стратегический. Ну, наконец, стратегический на уровне верховного главнокомандующего. Ну, тут проблема. Чем ниже у человека, обладающего некоторым чиновничьим государственным политическим статусом уровень, тем больше он уверен, что он понимает просто во всем. Как управлять государством, как управлять... Он не может управлять даже собственной женой, но он совершенно точно знает, как вести войну. И вот после этого правительственного часа, значит, можно было взять кисть и нарисовать министр и дети. Потому что некоторые вопросы так и не вышли, даже вот на уровень роты там. Я уж не говорю, что хоть кто-нибудь, хоть один из них задал вопрос действительно оперативно, такого стратегического уровня, касающийся применения вооруженных сил, стратегического развертывания, мобилизационного плана, резервов, военного образования. Нет, такие вопросы могут задать, и я извиняюсь, учащиеся начальных классов. Да может их за этим там и держать? Не будем однозначно формулировать ответ на этот вопрос. И все-таки, опять-таки, вернемся к 23 февраля. Потому что я еще раз хочу сказать. Вроде бы отпраздновали, там, как говорится, разлили и опорожнили. А после свечения все еще есть, волны все идут. Вот, например, один видный деятель тоже решил отметиться в этом плане и написал такое коротенькое эссе «Запоздалая ко дню защитника». Вот, взял и написал. В этом случае иногда хочется сказать, что... Издержки всеобщей грамотности. Ну, лучше бы ты молчал. Вот не надо было тебе этого говорить. Но, тем не менее, как это у классиков сказано, «Остапа несло». Вот всего лишь несколько цитат из опубликованного материала. Например, фраза «Я очень горжусь тем, что мне удалось избежать тюрьмы российской, английской и тюрьмы под названием советская российская армия». То есть, ну, человек однозначно считает... А вот так. Считает вооруженные силы, что это тюрьма. Какой молодец. Ну, гвардеец. А это какая, если не секрет, фракция? Это не депутат. Не депутат. Это не депутат. Тоже молодец. Слава богу, это не депутат. Потому что, если бы это был депутат, его там накол прямо надо было и сажать на охотном ряду. Ну, вот ему удалось. То есть, приравнивает однозначно вооруженную организацию, военную организацию государства к тюрьме. Патриот настоящий. Конечно. И у советской армии, и у российской. Но были и есть недостатки. Но все-таки армия, армия – это срез общества. И говорить, что она как-то существует отдельно, ну, наверное, не совсем правильно. Ну, ведь не с Марса же люди высаживаются для того, чтобы там руководить этой армией. И не набирают их где-то в какой-нибудь Колумбии, Эквадоре или там на острове Папуа, Новая Гвинея. Это наши люди. Других, как сказал товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет. Вот если дальше даже почитать, вот любопытное, кстати, сочинение. У меня нет абсолютно никакого долга ни перед кем. Молодец, гвардеец. То есть, вот когда я читаю, я вот ясно вижу те слои общества Российской империи, которые привели империю, ну, к трем катастрофам подряд. Тысяча девятьсот пятого года и двум революциям тысяча девятьсот семнадцатого. Ну, нет у тебя, конечно, долга ни перед кем. Вот поэтому такие вещи у нас в государстве. Как правило, кстати, этому человеку все должны. Да. Сразу вот ему точно должны, да. А потом, значит, решил отметиться как-то вот на военных и с кем-нибудь сравнить эту профессию. Или вот, например, это, ну, это надо обязательно почитать. Есть необходимая работа патологоанатома, есть необходимая работа откачивальщика канализации золотаря. Также, подчеркиваю, к сожалению, к сожалению, есть необходимая работа военного. Ну, ну, вот что тут после этого сказать? Если бы все военные были продавщицами фиалок с Монмартром, то, конечно, это было бы куда приятнее. И фиалок было бы больше. Нет, тут говорить бесполезно. Это значит, в детстве мало драли. И вот, по большому счету, мне хочется вот таким людям иногда сказать, когда вы рассчитываете на какое-то понимание, вы хоть представляете реально то общество, то общество, которое вот сейчас есть вот в России? Или вы абсолютно не представляете? А этот человек живет за границей, который это писал? Да, естественно. Тогда он не представляет, соответственно. А зачем ему это? Ну, он совершенно недавно, значит, был вынужден бросить все и податься в Лондонград, где все, собственно говоря, и скрываются. Не, ну, честный человек, он говорит, что думает. Глупый человек, и он говорит, что думает. Это да, но честной сил нет. Простота, которая хуже воровства, Михаил Михайлович. И вот еще раз хочу сказать, как он, например, еще оценивает, значит, это военных. Например, убивать же себе подобных, даже если это этот себе подобный вдруг ошалел, ошалел и вторгся на твою территорию и угрожает тебе и дорогим тебе людям, чем-либо все равно противоестественно. По-моему, как раз это очень естественно. Или вот еще одно, значит. Кстати говоря, вот это последнего предложения. Ну, собственно говоря, вот этот бред, наверное, пора и заканчивать читать. Но, тем не менее, все-таки на некоторых вещах надо остановиться. Нет ни одного военного на свете, у которого нет психических или психологических нарушений, или хотя бы отклонений. Это факт. Ой, как это грустно. Вот, ну, не встречался ты, наверное, с этими людьми никогда. Опять-таки, значит, ну, что можно сказать? Да кто хоть это? Ну, мы не будем называть. Да назовите, уже же не могу. Либопытство бьет фонтаном из ушей. Причем не только. Все равно человеку не повредите, он уже взбежал. Это Чичваркин. Ой, как это грустно, понял. И опять-таки... Ну, ладно, будем знать. И опять-таки, насчет вот отклонений. Вот я очень много общался в этой среде. И хочу сказать, что люди, которые принимали участие в боевых действиях, как правило, это самые нормальные люди. А вот это всякие синдромы, наверное, их, ну, кто-то выдумал, по всей видимости. Вот не встречался я ни с одним человеком, который так знатно повоевал, чтобы у него были какие-то синдромы. И опять-таки... Нет, есть ранения, есть контузии, есть просто... Ну, психологические... Страшные вещи, которые люди прошли. Я имею в виду психологические. Мне не довелось встречаться людей вот с какими-то вот... Это были, наоборот, самые нормальные люди из тех, с которыми я служил, встречался, учился. Ты просто не выживешь. И по большому счету... Со слабой психикой ты не уйдешь живым с войны. И по большому счету, опять-таки, ведь мы об этом неоднократно говорили на нашей передаче, что, собственно говоря, война для человечества – это более нормальное занятие. Ну, как бы это вот не звучало, это более нормальное занятие, чем мир. Ну, обычное, скажем так, к сожалению. К сожалению. Потому что уже подсчитано все и без нас, что на один мирный год в истории человечества приходится 11 военных. То есть война – это более нормальное состояние общества, чем мир. Как раз ненормальным является попытка уничтожить готовность к защите себя и близких. Вот это абсолютно ненормально. То, что вы рассказали, это патология. Цитата. Это просто какой-то учебник по психиатрии было. А потом... Ну, вы же представляете себе вот то общество. Многие все-таки не представляют. Не представляют общество, которое вот сегодня в Российской Федерации. По этому поводу можно даже процитировать Владимира Увольфовича, который сказал лидеру одной из демократических партий. Хорошая у вас партия, классная программа, все у вас хорошо. Избирателя нет для вашей партии. То есть вы людей не представляете реально, которые живут на этой территории. Но вот если ты отмочил такое про военных, вот как мы только что цитировали, неужели ты хоть когда-нибудь сможешь рассчитывать на понимание в этой среде? Что тебе там, я извиняюсь, кто-нибудь хотя бы руку даже протянет и скажет там здравствуй или там молодец, по плечу похлопает. Слушайте, а это прямо Бертольд Брехт. Да. Народ не оправдал доверие правительства. Ну, правительство должно было бы, наверное, поискать и другой народ. Ну, то же самое, ищи другого. Да, так что, что я могу сказать? Ведь, опять-таки, надо всегда быть реалистом. Как говорил товарищ Сталин, других писателей у меня для вас нет, так вот и другого народа у нас для вас нет. Вы все-таки должны его представлять себе, что это за люди. А зачем, если что-то не хочет? Живут на одной седьмой части суши, что неинтересно им такое про себя слушать. Ну, неинтересно. Вот. Эти вы оптимисты. Вернемся, опять-таки, к более реальным делам, к военным. И в этом плане, что хотелось бы сказать, несколько слов о военном образовании. Тем более, есть небольшой повод. 1 марта исполнилось 60 лет со дня создания военной академии воздушно-космической обороны, которая сейчас дислоцируется в Твери. А раньше она называлась несколько по-другому. Военно-командная академия, военно-командная краснознаменная академия. И не так давно вопрос о ее существовании, в общем-то, стоял достаточно остро. Вы что, закрыть, что ли, хотели? Порубить на пятаки и умножить на ноль, как говорят в военной среде. Это было в годы, когда военным ведомством руководил небезызвестный министр. Сердюков его фамилия. Да. И, по большому счету, вопрос о ее умножении на ноль был практически лишен. А это единственный вуз, который занимается, в общем-то, проблематикой воздушно-космической обороны. Чего себе. В общем, эта академия висела, ну, скажем так, уже на последней ниточке. Уже не выделяли денег там ни на ремонт, ни на какие-то текущие нужды. Она представляла там собой жалкое зрелище. И вот единственное, что ее спасло от неминуемой смерти, наверное, все-таки по двум причинам ее удалось сохранить. Васильева. Я вот тоже сейчас думаю, да? Да, наверное, все-таки, наверное, все-таки, значит, где-нибудь... Спасибо ей за это. Да. Спасибо, что она у нас есть. Где-нибудь мемориальную досочку-то маленькую сделала. А на ней изобразить пару тапочек. Да. Ну, а что, Евгений Яныч, какой у вас вкус художественный интересный? Ну, те самые тапочки, они и спасли. Так, а второе, что было? И одна из все-таки причин, что все-таки эта академия была в Твери. Недвижимость там не представляла от вот такого интереса. Острого интереса. Цинично, но точно. Вот. И поэтому, слава богу, она уцелела. И вот, начиная с 1 марта, люди празднуют 60 лет создания этой академии. Я ее сам заканчивал. Зенитно-ракетный факультет. Скажу даже с отличием. В те годы, когда я учился, в академии было 6 факультетов. Если мне не изменяет память. Первый, командно-штабной. Второй, войск ракетно-космической обороны. Третий, вот, зенитно-ракетный. Четвертый, радиотехнических войск. Пятый, авиационный факультет. И шестой факультет занимался подготовкой иностранных военнослужащих. Слава богу, академия находится на траектории сейчас устойчивого развития. А если говорить о ее проблемах, то, наверное, они и общие до определенной степени с военной академией генерального штаба. Что надо все-таки всерьез присмотреться к штатно-должностным категориям профессорско-преподавательского состава. Сокращенным при том же Сердюкове. Опять-таки, да, порубленных, порубленных, опять-таки, в годы господина Сердюкова. Поскольку, значит, никогда вам майоры не выучат каких-то полководцев. А, к сожалению, значит, штатно-должностные категории профессорско-преподавательского состава надо в самом срочном порядке пересматривать, ну, хотя бы возврата к здравому смыслу. Хотя бы вот так, как раньше было. А может быть даже сейчас, с учетом современных реалий, может быть даже присмотреться и пойти на какое-то увеличение. Опять-таки, без серьезных расходов для казны. Поскольку, значит, вот эти меры, они не потянут за собой каких-то вот таких прямо расходов, о которых можно говорить, что это каким-то так, ну, слишком тяжелым бременем ляжет на военный бюджет. Вообще, конечно, вот система военного образования, она в значительной степени пострадала при распаде Советского Союза. Поскольку ведь тогда же никто не думал, что, например, некоторые вузы останутся на территории других государств, которые занимали, ну, скажем так, ключевое место в подготовке военных специалистов. Вот те же самые войска ПВО потеряли очень два своих хороших вуза, два инженерных вуза. Один из которых был расположен в Минске, это Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, а другой в Киеве, это Киевское высшее инженерное радиотехническое училище. Один вуз готовил инженерный состав для зенитно-ракетных войск, второй для радиотехнических. Лучшие вузы вида вооруженных сил были просто потеряны. Они и там погибли, по большому счету. Почему? Хотя вроде бы на базе Минского высшего инженерного зенитно-ракетного училища было создано Академия национальной обороны Республики Беларусь. Но вот какая штука у нас получается, как говорил Мюллер, вот какая штука у нас с этими пальчиками-то получается, Штирлиц. Поскольку, значит, тут, если это применимо, конечно, до определенной степени в системе военного образования, начинает работать некий закон больших чисел. То есть, когда у вас выпуск, например, несколько соцспециалистов, то есть потребность в войсках несколько соцспециалистов, это одно дело. А когда три человека, это совершенно другое. Ну, условно говоря, если у вас все построено на изготовление КАМАЗа, то перестроить завод на производство велосипедов как-то сложновато. Новости. Последние полчаса нашего сегодняшнего эфира, чест-милитариста Михаил Михайлович Ходоренок в студии. И перед тем, как отдать ему слово, напоминаю голосование по поводу доставших до печенок футболистов и футбола, которые уже, по-моему, дороже, чем все армейские расходы вместе взятые. А понтов там сколько! Маршалы наши, которые страны занимали и столицы брали, не имели такого чувства собственного достоинства, как эти колченогие и недостойные потомки помеси горных козлов с равнинными баранами. Да простит меня, слушающий нас, оставшийся в строю нормальный футбольный контингент. Итак, 553-300. Первое. Не платите им. Хватит. Зажрались бесконечно. Второе. Платите им, платите. Продолжайте платить. Они сейчас заиграют. Они только допьют, догуляют по нашим улицам на стрит-трейсерских, дорогущих Майбахах, Хаммерах. И что там было у этого... Бентли. А, Бентли, да, такая дешевая машинка. И третье. На скотобойню. На живодерню, ребят. Ничего им не поможет. Раз, два, три. Михаил Михайлович, вам слово. Продолжим с того места, на котором поставили точку в предыдущие полчаса. Вот что такое закон больших чисел применительно для ВУЗа? Хотя до определенной степени это и условное это понятие подтягивает. Ну, например, потребность в специалистах нескольких сот человек. ВУЗ выпускает, я имею в виду военный ВУЗ, несколько сот человек, ежегодно выпуск. Ну, когда несколько сот человек, это, естественно, и возникает соответствующий профессорско-преподавательский состав, и кафедра, и все такое, прочее. Опять-таки, если это в рамках единого государства, то ВУЗ, как правило, связан и с наукой, и с военной, и с промышленностью. И, в частности, например, если он занимается подготовкой зенитно-ракетных специалистов, то первый комплект, выпущенный промышленностью, перспективной зенитно-ракетной системы, неважно какой, куда поступает. Естественно, поступают в военно-учебное заведение для подготовки специалистов. Ну, если не первый, то один. Системность, масштабность. То есть, какая-то вот система есть, масштаб. И когда, например, в том же самом государстве осталось, к примеру, там, три зенитно-ракетных части, два танка, то, ну, зачем им ВУЗ, в котором, например, там, 20 кафедр, и, к примеру, тысяча человек профессорско-преподавательского состава. И тут приходит Минфин и режет всё. Да, это первое. И ведь не случайно, ведь многие страны, многие страны, далеко, кстати, не бедные, далеко не бедные, тем не менее, у них, например, небольшие армии, и они отправляют своих офицеров для обучения в другие страны. К англичанам, французам, американцам. Ну, разно просто учреждать вот свой ВУЗ и плодить там вот эту псевдовоенную науку. И поэтому вот даже те наши хорошие ВУЗы, которые оказались на территории, после распада Советского Союза, на территории Белоруссии, при самом благожелательном к ним отношении, постепенно всё там... До деградации. Дошло до уровня Плинтуса. Что на Украине, что в Белоруссии, как бы они там не надували щёки. Ну, это просто вот объективные процессы. Объективные процессы. И то же самое, значит, если армия может застрять в лифте, когда она направляется на учение, ну, не надо им никакие, ни академии там, ни оперативный уровень мышления, значит, вот, нет в этом необходимости. И когда, например, к системе военного образования ещё добавляется какая-то злая воля, злая воля... А она добавляется? А она добавляется, или чаще всего, значит, это происходит, ну, от махровой некопитенности, к примеру. Почему? Потому что иногда вот назначают, во всяком случае, в прошлые времена, военным образованием заниматься тех людей, которые вообще никогда к нему никакого отношения не имели. Ну, что в этом случае начинает делать вот вновь назначенные руководители? Ведь понимаете, вот... Лупости начинает он делать. Чем, вот, отличались, например, великие конструкторы наши 50-х, 60-х годов? Почему тогда были достигнуты 40-х, там, 50-х, 60-х годов? Я имею в виду той же самой ракетно-космической техники. Ну, просто на минуту представим себе совещание вот главных конструкторов. Проводит, к примеру, там, Сергей Павлович Королёв. К примеру. Хотя было такое совещание, не было. Судить мы об этом с определенностью сейчас не можем. Ну, например, на этом совещании каждый конструктор высказывает какие-то свои точки зрения. И вот все эти векторы, они очень сильно расходятся. Один говорит, надо идти в этом направлении. Второй говорит, нет, не в этом, в этом. Третий, значит, надо вот делать так. Четвертый, все это ерунда, теперь слушай меня, значит. Он все сидит, слушает, значит, потом говорит, ребята, вот на все это вот наплевать и забыть, о чем вы говорили. А вот вам направление, и вот это оно единственно верное. Но чтобы сказать это, первое, надо самому быть специалистом. Надо, мало того, чтобы быть всесторонне образованным инженером, состоявшимся конструктором, дошедшим до уровня генерального конструктора. Быть способным понять эти. Надо еще обладать даром предвидения, вот действительно угадать направление развития. А если вот человека назначают со стороны, он, к примеру, эффективный менеджер, он присутствует на этом же совещании, он выслушает всех этих специалистов. Ну что он может в любом случае сказать, чтобы, опять-таки, не потерять лица. Ведь, наверное, 99% о чем говорили специалисты, для него вообще непонятно. Тем не менее, он с важным выражением лица скажет, я вижу, у вас нет консолидированного мнения по этому вопросу. Правильно? Ну что он еще может сказать? Он же не может сказать, так, ты говорил ерунду, ты там нес вообще чушь не сосредо. И он не может сказать, я ни черта не понял, заметьте. Хотя он ни черта не понял. Опять-таки, когда не знаешь, тогда и боишься. Вот не знаешь, и второе чувство, боязнь. А потом, знаете, следующее чувство возникает. Подозрения, упрямство. А если кто-то там генерирует какие-то сверхвысокие издания, единственное, появляется желание у такого руководителя, ну, дать ему по шапке, правильно? Чтобы не зазнавался. Чтобы не зазнавался. Вот и все. А когда руководитель на голову выше, вот которых там присутствует, он отлично, он не то что понимает, о чем они говорят, он понимает, о чем они думают. Он не успел слово сказать, а он уже знает, чем тот закончит свой доклад на этом совещании. Ну, тогда начинает что-то получаться. Тогда начинает что-то получаться. У нас вот в этом-то все и проблемы, что руководителей вот такого масштаба, такого понимания проблемы. Вот сейчас, к сожалению, очень мало. И вот вернемся же к тем же самым, значит, о котором мы говорили, там, тактический уровень, оперативный, оперативно-стратегический. Ну, нет людей, которые мыслили бы, вот, даже вот за рюмкой чая мыслили бы, ну, в рамках, свободно мыслил бы в рамках вида вооруженных сил. Понимал, о чем говорят. Видел всю картину. Видел всю картину, выдвигал. А то иногда некоторый начальник хотел бы вызвать подчиненных, обсудить с ними проблему, а людей таких нет. Вот никто не может так, типа, помахать руками и хотя бы с ним поспорить. Вот о глубине этой проблемы. Наш директор называет это потереться от дурака, в институте Ближнего Востока. А для этого что? Ну, надо много и долго, извините, учиться. Надо, опять-таки, много и долго служить. Надо пройти все эти степени. Там, войсковой уровень, армейский уровень, уровень главного штаба, уровень генерального штаба. И только тогда у тебя появляется понимание, что ты можешь судить уже в рамках вооруженных сил. Ты можешь, ну, хотя бы выдвинуть, скажем так, неправильную гипотезу. Но хотя бы какую-то обоснованность. Но хотя бы сформулировать ее, обосновать. Ничего не получается из ничего. Да. И тогда вот только такие вещи, значит, получаются. К огромному сожалению, при этом все хотят. Делающие яркую карьеру на молодые люди. Да. На этой эпохи. Ну, я видел, как притчи наших в языцах, Никита Исаев, и вы присутствовали тогда в кабинете, где это обсуждали, всерьез говорил, что у нас нет, ну, нет у нас сегодня школы подготовки офицеров. И генералитет просто... Вот замечательно услышать это от человека, который в армии не служил ни одного дня. Было, было. Опять-таки, ну, что тут можно сказать? В оправдании подобных людей можно сказать, правила пишутся не для гений. Да, ну, есть такое выражение. Но, к сожалению, как-то нет оснований считать-то гением вот того или второго индивидуума. Потому что иногда, ну, как, опять-таки вспоминаем выражение классика. Оста понесло. Вот чаще всего, опять-таки, вернемся, не услышал ничего умного и даже не смог завязать разговор. Вот, скорее всего, вот даже так. О напыщенности. О осознании собственного величия. Собственной значимости. Ну, хоть отбавляй. А два-три вопроса хотя бы, на которые ему не надо отвечать, но он будет молчать. Почему? Потому что ему страшно что-то сказать, чтобы показать собственную некомпетентность. Вот. Раз, два, три. И смотришь. Человек-то совершенно не ориентируется в этой проблеме. И самое главное, вот даже не владеет терминологией. Даже не владеет терминологией. Неправильно расставляет ударения в словах. Таких ключевых словах, тем более. И вот это сразу видно, вот этот уровень компетентности. Что довольно часто, к сожалению, встречается на нашем телеэфире. Ну, как, согласитесь, Вячеслав. Что еще чаще встречается в различных многочисленных экономических, политологических и прочих школах. А если говорить о политических партиях, то лучше вообще промолчать. Как я иногда говорю по этому поводу, сравнивая, например, уровень дискуссии, ну, скажем так, на какой-нибудь ток-шоу или в какой-нибудь дискуссии, я иногда говорю такую фразу. «Идейно-теоретический уровень рассуждений мужиков в парилке городской бани существенно выше, чем был на этом ток-шоу». Вот. Потому что одно дело лозунгами говорить, одно дело лозунгами говорить. И совершенно другое, вот, понимать глубину вот этого вопроса. «Может, и к футболистам? Чтоб судьба была у них одинаковая?» «Вы знаете, вот, опять-таки, это как-то не по моей кафедре, но касаясь футбольного вопроса, вот касаясь футбольного вопроса, без нагаек, без нагаек здесь никак не обойтись. Вот. Добрейший вы все-таки человек. Я бы, вот, для меня нагайка в данном случае, это как по голове, мама тебя погладит, я бы жёстче. Но у нас надвигается погода, мы ещё не сделаем». И идёт голосование, оно ещё несколько минут будет продолжаться. Да, 5-5-3-3-Вести, варианты вы помните. Нем Сатановским и Сергеем Корнеевским. Мы продолжаем последнюю четверть последнего часа. Михаил Михайлович Ходорёнок. И поскольку продолжается, скоро закончится голосование по нашим великим футболистам, героям, которые не могут не заплатить 10 тысяч евро за бутылку шампанского с девушками. Играть, правда, им уже некогда, но тем не менее. А что с ними делать? Первое. 5-5-3-3-Вести. Вариант один. Не платить. Хватить. Халява кончилась. Вариант два. Платить, платить, продолжать. Халява вечно. Вариант три. На живодёрню. Брутально, конечно, но что я могу сделать? 23 февраля уже прошло, а 8 марта ещё не началось. То есть, наверное, для своей мамы он тоже человек. Ну, так и для мамы шакала. Шакал, любимый детёныш. Михаил Михайлович, вам слово. Поскольку мы говорили о военном образовании, наверное, всё-таки в заключительной части мы должны вспомнить несколько высказываний Александра Васильевича Суворова и рассмотреть их достаточно под интересным ракурсом. А говорил ли он это в принципе? Или не говорил? Поскольку мы много говорили об обучении, то сразу какая фраза Суворова всплывает? Тяжело в учении, легко в бою. Я вообще вот эту фразу, вот эту фразу, я называю её оправдание для дураков. Во-первых, значит, Суворов этого не говорил. Поскольку у него два таких его фундаментальных сочинения. Это наука побеждать и полковое учреждение. Ни в науке побеждать, ни в полковом учреждении. Вот этой фразы нет. Тяжело в учении, легко в бою. Так, а откуда же оно взялось? Вроде бы он это говорил в частном письме к Турченинову. И причём не так говорил, вот, тяжело в учении, легко в бою. А говорил, тяжело на походе, легко в бою. Легко на походе, тяжело в бою. То есть это не буквальный, так сказать, пересказ вот этого выражения. Ну, немножко поправили. Это потом уже поправили, модернизировали. И давайте зададимся всё-таки вопросом. А почему в учении должно быть тяжело? Хотя сам Суворов в своей книге «Полковое учреждение» говорит совершенно обратно. Он говорит, солдат любит учения, когда немного и с толком. И в самом деле. Любой нормальный человек любит учения, когда немного и с толком. А когда тебя вот доведут до уже... Много и без толку. Много и без толку. А потом тяжело в учении, легко в бою. Вот обычно, ну, не накормил людей в конце длинного марша. Тяжело в учении. Не дал им спать, тяжело в учении. Не подвёз там вовремя воды, тяжело в учении. А чё ж тогда в бою должно быть легко? Наоборот. А почему должно быть тогда легко в бою, если ты всё запорол на этапе учения? Кстати говоря, в той же самой науке «Побеждать» Суворов больше всего заботится о том, что в конце суточного перехода для бойцов была горячая пища. И пишет, при сей быстроте и братцы не устали. Вот это действительно его фраза из науки «Побеждать». То есть заботится о личном составе. Я вот себя сколько не помню, никогда в конце суточного перехода не было горячего питания. Только консервы, килька, хлеб. Всё. Ни разу, ни разу я не помню. Как Суворов справлялся, что когда подходила первая колонна, уже горячая каша была готова? Может, интернетантов расстреливал? Вот как-то у него получалось. Опять-таки, русский язык всё-таки того времени, надо прямо сказать, это ещё и не совсем русский язык, поскольку даже некоторые слова и выражения в той же самой науке «Побеждать» ну как-то на современный язык не очень сильно переводится. И вполне возможно, вот что он имел под этим, под действительным своим выражением, вот в письме Турченинова, что тяжело на походе, легко в бою. Может, он имел в виду, что войска должны совершить стремительный марш, а если вы совершили стремительный марш, то действительно, значит, вам будет легко в бою, поскольку вы застали противника врасплох. Может быть, он это имел в виду. Или что? Не расписывается всё-таки, что он там имел в виду. И поэтому вот эту фразу «тяжело в учении», «легко в бою» к ней надо относиться очень критически, в том плане, что вот на эти слова «тяжело в учении» можно свалить, ведь, ну, все свои недоработки в процессе организации боевой оперативной подготовки. Что-нибудь не удалось, людей замучил до полусмерти. Спрашиваю, ну как же вы так там, типа, товарищ генерал, товарищ полковник. Да вот... Тяжело же в учении. Тяжело же в учении. Но будет легко в бою. Но будет легко в бою. Доспорный вопрос, будет ещё или нет. Поэтому вот к этому якобы наследию Александра Васильевича Суворову надо относиться с большой стороной. Ух, военно-историческое общество бы начало на вас ругаться вместе с министром культуры. Там развенчиваете как агент какой-то иностранный. Засланец. Да-да-да. Опять-таки, опять-таки, когда вот начинают говорить о тех или иных вопросах, мне каждый раз хочется спросить, а сами-то вы хоть раз в руках держали, цитировать можете, содержание, представляете себе этой книги, полковое учреждение там или науки побеждать, хотя бы некоторое выражение. Главное выпучить глаза и преданно смотреть в камеру. Да, и при этом обязательно ещё вспомнить ещё одно выражение. Пуля дура, а штык молодец. Хотя оно тоже вырвано из контекста. Вот вырвано из контекста и всё. И опять-таки, Суворов был военный гений. Иногда не всё даже понятно вот современникам. То есть он не разжёвывал, да, не всегда разжёвывал? Да, не всегда, даже иногда понятно, что он говорил. Не снисходил. Да, да. И тем более я ещё раз хочу сказать, что русский язык всё-таки вот последней четверти XVIII века – это ещё не язык Пушкина. Это ещё не язык Пушкина. И там ещё иногда, чтобы понять некоторое выражение, необходим, как у нас принято сейчас говорить, подстрочник. Иногда спрашивают. Сейчас резко перескочим на тему начала нашей передачи. К сожалению, конечно. Но это уже в следующем эфире. Карма такая. У нас осталось ещё голосование, которое надо сейчас подвести итоги. За первый вариант перестать платить футболистам высказались без малого 41% наших.